Работа в селе Памерега закончена. Разрешите вернуться на базу? Принято. Возвращайтесь на базу для получения новых показаний. 30 суток в зоне чрезвычайной ситуации. Четверо рязанских спасателей помогали пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Признаются, что картина страшная. Некоторые дома уплыли совсем. Люди не нашли даже их следов. Другие были разрушены до основания. А у 38 тысяч человек дома просто затопило. Однако местные жители старались не падать духом. Очень много было людей в возрасте. Бабушек, дедушек, которые действительно были очень искренними. И они, наверное, подогревали добровольцев просто своими эмоциями. Когда к ним приходили, говорили так и так, мы пришли помогать. Они начинали и жизнь свою рассказывать, и альбомы вымокшие доставать, которые пытались на солнышке просушить. Всего в Иркутской области единовременно помогали около 50 добровольных спасателей. Они прибыли из Осетии, Московской и Рязанской областей, Удмуртии и Кемерово. Работали по 12 часов в сутки вместе с сотрудниками МЧС, Росгвардии и Министерства обороны. Работы выполняли самые разные и в нескольких населенных пунктах. Я фельдшер в деревне Паберега. Работаю тут с 89-го года. Вот приехали на ФАП ко мне студенты, спасатели. Очень большую работу провели. Они вот ФАП оживили, просушили, уютно вели. Ходят по деревне, помогают, сушат в домах, убираются. Гуманитарку привезли, много продукта постельного привезли, питьевой воды. И очень хорошо работают. Они такие добрые, хорошие. Дай им Бог здоровья, дай им Бог здоровья. Я буду молиться за них. Когда 90% всех работ было окончено, случилось новое несчастье. Вторая волна наводнения прошлась практически по той же территории, которую добровольцы успели расчистить после первого прихода воды. Было обидно, конечно, потому что столько трудов людей было по сушке, по откачке, по расчистке. И сейчас нужно на тех же местах, в тех же домах выполнять те же самые работы заново с нуля. Напомним, что наводнение в Иркутской области стало сильнейшим за всю историю при Ангаре. В результате катастрофы 25 человек погибли, 8 пропали без вести. Эта трагедия не первая, в ликвидации которой Руслан принимает участие. Все началось в 2010 году, когда горела родная Рязанская область. Не хотелось сидеть дома и дышать дымом. Хотелось чем-то как-то пытаться помочь. Мы с добровольцами были под Требухино. И в воду таскали, и местному населению помогали, те, кто принял решение уехать эвакуироваться оттуда, помогали вещи из дома вытащить, быстренько там в газельку загрузить, отвезти их. Ну, разные работы делали. Теперь Руслан снова собирается на пожар. В пятницу молодой человек вылетает в Красноярский край. Будет командовать группой добровольцев для ликвидации последствий лесных пожаров. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».